США и Китай обсудили напряжение в Южно-Китайском море на уровне командующих. Сегодня США и Китай провели первые переговоры на уровне командующих боевыми действиями с целью стабилизации отношений. Одной из тем стала напряженность в Южно-Китайском море. Об этом сообщает новости Украина со ссылкой на Reuters. Адмирал Сэм Папара, глава Индийско-Тихоокеанского командования США, провел видео-встречу с Уу-Янаном, командующим Южного театра действий Народно-освободительной армии Китая, НААК, об этом сообщило китайское правительство. Провели углубленный обмен мнениями по вопросам, представляющим общую обеспокоенность, говорится в сообщении Министерства обороны Китая. Обе стороны обсудили важные вопросы безопасности, в частности напряженность в Южно-Китайском море. Папара призвал Китай отказаться от опасной тактики в этом регионе во избежание эскалации. Он отметил важность продолжения переговоров, во избежание недоразумений и просчетов. Эта встреча состоялась после договоренностей, достигнутых в августе во время визита советника от США по национальной безопасности Джейка Салливана в Пекин. США стремятся возобновить регулярный военный диалог с Китаем, особенно из-за напряженности вокруг Тайваня и Южно-Китайского моря. Отношения США и Китая. Отношения между США и Китаем сложные и напряженные. Такой характер они носят в разных сферах – торговле, политике, безопасности и технологиям. Обе страны являются глобальными соперниками, и их отношения характеризуются экономической конкуренцией и геополитическим напряжением, особенно в вопросах Тайваня, Южно-Китайского моря и прав человека. Напряжение усилилось после торговой войны, начавшейся в 2018 году, и конфликтов из-за технологических санкций. Военные риски, в частности в водах вокруг Тайваня, также остаются важными, а дипломатические усилия направлены на избежание недоразумения конфликтов. На напряжение в отношениях также повлияли российско-китайские политические связи, ведь в США неоднократно отмечали риски для репутации Пекина, помогающего Москве обходить санкции, введенные против РФ за войну против Украины. Ранее мы сообщали, что правительство Тайваня готовит своих граждан к вероятному военному вторжению Китая.